Привет всем привет И как и обещала, что мы будем наполнять этот альбомчик именно в прямом эфире Давайте проверим с вами связь, как все видно, как все слышно, все ли нормально Поставьте что-нибудь, какой-нибудь смайлик Все отлично, спасибо Всем привет еще раз, кто пришел А звук будет, а звук должен быть Звук должен быть Привет девчонки, всем привет Еще раз напомню всем, кто присоединился Что мы сегодня будем наполнять альбомчик Вот такой он маленький Сейчас я скажу его размеры 13 см на 17 см Совсем такой малышок Переплет у него на скрытых кольцах Еще раз повторюсь, что мастер-класс по его созданию есть на канале Фабрики Декору Как включить звук, напишите пожалуйста Может просто вам громко спебать на телефоне Я не знаю, как под руку включить Он должен сам автоматически быть Девчонки, если кто-то знает, подскажите пожалуйста Напишите Есть, отлично И давайте будем начинать Прежде чем начнем Познакомимся, кто не знает Меня зовут Андреева Наталья Я дизайнер торговой марки Фабрика Декору И сегодня наш прямой эфир посвящен внутреннему наполнению Отлично, я перезагрузилась и звук появился Просто отлично Итак, смотрите Альбомчик у нас на кольцах Внутри уже у меня оформлен Давайте я наверное вот это уберу, чтобы Лучше было видно Он сливается с бумагой Внутри у меня уже оформлены форзовцы На одной стороне у меня кармашек А на другой стороне конвертик Вот И для примера я еще в мастер-классе просто сделала Вырезала вот такую небольшую страничку Как вариант Кольца открываются Спокойно страничка достается Можно в любой момент что-то добавить, что-то убавить Это плюс такого переплета на кольцах То есть у нас всегда есть возможность Его модифицировать в внутреннее наполнение Альбом сделан из коллекции Вот они, спринт от фабрики Декору Наверное Все вы знаете, да, эту коллекцию Вообще это многими любимая серия такая Которая посвящена всем временам года А где смотреть первый эфир с обложкой Это не эфир, это мастер-класс на канале на ютюбе Заходите на фабричный канал И смотрите там В общем В общем списке видео По картинке можете найти Посмотреть Вот И соответственно внутреннее наполнение Я тоже буду делать Из этой коллекции Ну здесь Даже присутствует Вот этот листочек Это из листа с вырезалками Из коллекции Вот они сама Тоже он сюда отлично вписался Вот У меня уже все заранее вырезано Я все вырезалочки Которые были с этой коллекции Сразу вырезала Мне так удобнее Что они у меня уже все под рукой Мне не надо их Потом Искать Где-то Вот Выискивать Они у меня уже все вырезаны Все В кучке Но здесь не только вырезалки Здесь еще и высечки То есть я их все вместе В один пакетик смешала Выложу Уберу куда-нибудь в стороночку Куда-нибудь в коробочку Или в тарелочку Чтобы все было Аккуратненько лежало Нашла в такую небольшую коробочку Сейчас сюда сразу буду все складывать Всем привет, Наташа Что творишь? Привет, Саша Мы сегодня будем делать Внутренние странички Для мини-альбома Вот Видите разницу? Да, вот это вот у нас Высечка Из набора с высечками А это уже вот вырезалки Это я вырезала сама Я не очень люблю Большой отступ Поэтому стараюсь его делать По минимуму Но тут сразу заметно Да, что вот это вот вырезано Вот это вот высечка Даже вот этот контур Я все равно подрезаю Потому что для меня этот Он немножко великоватый Очень нравится, что высечки Не на белом фоне А вот на таком он Как будто бы состаренном Очень здорово смотрится Гармонично с коллекцией Отлично Вот такие вот марочки Всякие разные карточки Очень-очень много высечек Очень много вырезалок Тут хватит, наверное, не на один альбом Также еще в коллекции Есть такие надписи Тематические Тоже, которые подходят Вот это вот моя особая любовь Вот такой вот Скорлупка Я все мечтаю на Пасху Посадить в скорлупке Какую-нибудь зелень Чтоб она у меня В стол украшала Она так уютненько смотрится Сейчас мы пока сидим на карантине Я думаю, можно Тем вопросом и заняться И вот эта птичка Очень жалко, что птичек Мало в коллекции Практически одна На листе С вырезалками Вот И мне бы хотелось Больше таких птичек Потому что птичек Люблю очень использовать В коллекции есть лист С такими карточками Просто невероятные Такие вот они Их можно прям так Сразу вот Дыроколить Сразу в альбом вставлять Без украшения Просто как Разделители Или дополнительное место Куда можно что-то Вклеить Девчонки, привет Привет всем, кто пришел Привет Можно пересматривать Высечки Бесконечное количество Смотрите какое Гнездышко С яичками голубыми Очень уютная Очень теплая коллекция И Сейчас с нее будем Дальше работать Вот маленький листочек Который у меня здесь Вот большой На обложке В листе С вырезалками Их в двух размерах Можно вырезать Цветающую сторону Все убираем Чтобы мне здесь Максимум 20 фото Уместите А фотографий Бывает больше Поэтому Предлагаю делать Не только странички Для фотографий Но и Различные конвертики И возможно Можно добавить Просто листочки Для записи Чтобы записать Какие-то свои впечатления О данном мероприятии Проведенном И Вообще Мне кажется Когда вот такие странички Разнообразные В альбоме Это намного интереснее Чем они стандартные Такие Можно их даже делать Разной формы Нам крепление Это делать позволяет Поэтому будем Сейчас с вами Экспериментировать Ну Хочу сразу оговориться Потому что У нас Время Да Ограничено Прямого эфира И Я так думаю Что все странички Мы сегодня с вами Все же сделать не успеем Может быть Сделаем Пару Как бы вариаций Возможно Конвертик Ну и Добавим Обычные странички Для записи Немножко даже Может их И по штампу Чтобы они Смотрелись Красивенько Внутри Вот И Покажу еще сейчас Листочки Если кто не видел С этой коллекции Здесь у меня Уже собраны Даже обрезочки Которые я Использовала В Оформлении Обложки Думаю сейчас Использую Страничка Вот он Лисферезалками Из коллекции Вот они Сама Тоже он Отлично Подходит Мне очень нравится Такие вот Веточки Красивые Вот И Дополнительно Я еще взяла К стандартному Набору Ботани Сприн Это вот Такой вот Крафт Листочек Он достаточно Плотный Может служить Просто как Разделитель Даже без украшения Просто как Дополнительная Страничка Вот такой вот Декоративный Велум Это Принт Тоже из коллекции Ботани Самые Такие вот Незабудки Очень люблю Этот лист Этой коллекции И вот Его выпустили Вот в таком Велуме Тоже Очень оригинально Будет смотреться Внутри Такой же лист Ну С таким вот Текст Прошу прощения С таким вот Текстом И листочками Растениями Я его уже Начала использовать В качестве Каких-то Подложечек Для многослойности И тоже Думаю Куда-нибудь Пристрою Вот этот Листочек Тоже в сторону Убираем Пока с вырезалками И вот Такие вот Внутри Внутри Коллекции Вот такие вот Листочки Бумаги Конечно же Стандартный Деревянный фон Всеми любимый Девчонки Я сейчас Чуть пропустила Комментарий Если вдруг Я что-то не ответила Вы напишите Пожалуйста Еще раз Хорошо Я опять пропустила Как такая обложка С кольцами делается Саш Есть на канале Фабрики Декора Есть на моем канале Мастер-класс Заглядывай Красивая коллекция Да Коллекция Очень красивая Очень теплая Она мне очень нравится Вот такая вот Такой листочек С деревянным фоном Да С цветочками На обратном фоне Такой лист в клетку Вот он Листок С вырезалками Один я уже Повырезала Второй не до конца Но мне Тех достаточно Уже Тех высечек И тех вырезалок Которых Я уже вырезала Еще один Листок С велумом Здесь он В виде карточек Есть точно такой же лист В наборе бумаги Вот он И точно такой же лист На велуме То есть я думаю Что вот этот листок Можно использовать Опять так же Для слоев Мне кажется Будет здорово Если вот они Такие будут выглядывать И слои Такие оригинальные Тоненькие карточки Ну и такой же лист Из коллекции Еще один листочек С деревянным фоном С такими пакетками И на обратном Такой спокойный Зеленый С цветочками И здесь вот Мне очень нравится Этот лист С мускари Оригинальные Такие цветочки Здесь вот На фоне льна Такие букетики Ну для меня Этот принт Очень такой Насыщенный Яркий И как-то вот эту сторону Больше предпочитаю Вот этот листочек Он не из этой коллекции Он из коллекции По-моему я Могу сейчас ошибаться Если кто хорошо знает Фабричные коллекции Поправьте меня Потому что Это одна из старых коллекций И по-моему Это коллекция С пандочками Вот самые первые Которые появились Девчачья С пандочками И по-моему Мальчиков Блоса Тоже Тоже с пандочками Лисослонька Да По-моему Это девчачья С пандочками Вот этот листочек Вот на обратной стороне Такие яркие цветы Но мне нравятся Вот эти листочки Они Очень замечательно Сочетаются между собой С этим ярким Да Все прикольно Вот И там уже у нас Листочки повторяются А вот еще один лист Который еще не показал Здесь тоже такие Типа Открыточек С написями И на обратном Зеленой клетке Все остальные Листочки повторяются Которые некоторые Уже срезаны Так как у меня Коллекция Уже в работе И дополнение Я не знаю Буду ли я его Использовать или нет Но на всякий случай Я его взяла И заодно вам показать Это Фоновый набор С такими вот Деревяшками В фабрике Очень много Различных Бэкграундов И однотонных И в шеврон И в полосочку И в точечку Вот И есть Разнообразный Варианты С деревом Очень много Всяких разных Деревяшек И на любой Вкус и цвет Я думаю Все мы любим Такие фоны Вот Поэтому Как вариант Помощники Себе взяла Но если мне Вдруг не хватит Или захочется Как-то Смиксовать Допустим Такие яркие Зеленые Насыщенные Листочки Допустим Вот С деревом Хотя Здесь есть ли С деревяшками Вот Можно И с этим Миксовать Надеюсь Будет Допустим Посочнее Контраст Будем Что-нибудь Думать Вот Ну давайте Будем уже Приступать С коллекцией Мы познакомились С которой Работаем Можно Тему эфира Знать Странички Для меня Мы Сегодня Наполняем Вот Такой Альбом Страничками Давайте Начнем Наверное С С Обычной Странички Которая Будет Вставляться Фотография Даже Как вариант Можно Объединить Сделать На Переднем Плане Будет Фотография А сбоку Допустим Конвертик Куда Можно Будет Вставить Все остальные Фотки Которые Не вмещаются В альбом Вот И Я так думаю Возьмем Наверное Вот этот Листочек В клеточку Говорят Даже Что Возьмем Все Зеленое Я Сейчас Думаю Даже Можно Окошко Прорубить И Оформить Уже Это окошко Куда Будут Вставляться Фотографии Вот Эту страничку Которую Я делала Для примера Расскажу Как я Правильно Ставлю Отверстие То есть Я беру Какой-то Черновик Который Мне Не нужен Примерно Замеряю Расстояние От колец Ставлю Дырочки И проверяю Подходит Он мне Или Не Подходит Если Подходит Все Я его Беру За пример И Уже На нем Продолжаю Ставить Дырочки На Других Страничках И Самое Главное Когда мы Берем Размер Странички Так как У нас При Закрытии Альбома Страничка У нас Будет Где-то В середине Кольца Примерно И надо Учитывать Вот этот Момент Чтобы страничка У нас Не выглядывала За пределы Обложки Вот Поэтому Поэтому Она Получается Так Если Смотреть Намного Меньше Самого Альбомчика Но Потом Когда Странички Уже Уложатся Какие-то Уйдут Сюда Вниз Какие-то Останутся Вверх И Оно В принципе Будет Здесь Равномерно Смотреться Но Я Стараюсь Все Равно Делать Все Одного Размера Потому Что Ну Будет Некрасиво Если Она Будет Выпирать Среди Общей Массы Ну И Как Например Я Возьмем Вот Этот Размер И Буду Уже С ним Делать Вторую Страничку Давненько У нас Фабрики Декора Не было Прямых Эфиров Да Что Давно Уже В эфиры Не выходили Можно ножницами Подрез Кому Как Удобнее Кому Как Привык Работать Если Мне нужно Отрезать Какой-то Большой Объем Странички Я режу С помощью Резака Если Небольшой То могу Воспользоваться Ножницами С помощью Коврика И ножа У меня Никогда Не получалось Ровно Отрезать Поэтому Резак Это Прям Мой Супер Помощник Я думаю Что Здесь Все-таки Можно Сделать Дополнительное Окошко Мне так кажется Что будет Интереснее Смотреться Сейчас Как бы Его Сочетать Допустим Мы Вот Сейчас Склеим И Сразу Прорубим У нас Получится Такая Такой Оригинальный Фон Края Я Подклеивать Не буду Потому что Возможно Мы туда Что-то Будем Еще Подкладывать Дополнительные Дополнительные Бумажки Поэтому Я Просто Чуть Клеем Прихвачу Для того Чтобы У меня Бумажка Не убегала Когда Я буду Окошко Рубить Рубить Я буду С помощью Машины Для вырубки И Ножа Кошка Смотря Какой У вас Есть Нож Может Есть Нож В виде Круга Или Квадрат Окошко Можно Любое Вырубить Если Ни того Ни Другого Можно Так Вырезать Вручную Машинка Для Вырубки Значительно Упрощает Работу Квадратный Или Допустим Овальный Так как Страничка Получается У нас Маленькая Небольшая Я думаю Нет смысла Делать Большое Окошко Чтобы У нас Было Место Где Можно Было Декор Какой Ни Приложить Такое Окошко У нас Получилось Это Ни В коем Случа Мы Эти Элементы Не Убрасываем Они Нам Могут Пригодиться Где Нибудь Для Декора Украшения В Другом Месте Ну И Как Я Люблю Различные Бумажки Тонированные В кофе Старые Странички От Книг Я Люблю Их Добавлять Очень В слои У меня Есть Специальная Коробочка Где Все Обрезки Я Ничего Не Выбрасываю Все Это У Меня Хранится Потом Просто Достаю Беру То Что Мне Нужно Не Ищу Можно Кстати Вот Даже Еще Здесь Вы Вырезать Тоже Будет Интересно Так Смотреться Я Клеем Прихвачу Клею На клей Фабрики Декор Универсальный Дополнительно Чтобы придать Уюта Работе Можно Еще Швейную Строчку Добавить Но Я Убегать Не Буду Никуда Шить Уже Потом За кадром Это Сделаю Пока У меня идет работа над каким-то проектом Я Обрезки Даже От Коллекции От Того Набора Бумаги С которым Я Работаю Я Никогда Не Выкидываю То есть У меня Даже Обрезки Они Все У меня Лежат До Последнего Уже Когда Работа Закончена Я Только Тогда Уже Могу Выбросить Обрезки Которые Уже Точно Знаю Что Они Мне Не Понадобятся Фона Можно Так Что Небудь Такое Нам Надо Нейтральное Чтобы Сильно У нас Не Торчало И Не Клеточка Клеточка Будет Забивать Допустим Так Сзади У нас Тоже Будет Клетка Здесь Окошко Наша Под Фотография Я Пока Работу Здесь Складываю Композицию Со Страничкой Не Молчите Можем Что Небудь Писать Если Есть Вопросы Спрашивайте Ну И Теперь Так Как У нас Все Зеленое Надо Добавить Каких Контрастов Чтобы У нас Все Так Сильно Не Сливалось Здесь Нам Помощь Высечки Так Как Опять же У нас Страничек Будет Много Сильно Объемный Декор Делать Я Думаю Не Стоит Потому Что Тогда Много Страничек У нас Не Влезет Снимаются Такие Вот Пробковые Рамочки Как Вариант Допустим Тоже Можно Куда Нибудь Пристроить Сейчас Пороемся В высечках Посмотрим Что Можно Сюда Добавить Что Здесь Захочет Остаться Что Приживется Бывает Не каждая Не каждая Вырубка Не каждая Высечка Хочет Цвета Прям Очень Сильно Не Хватит Поэтому Будем Брать Что Нибудь Контрастное И Опять Можно Добавить Надпись 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 Тоже Можно Взять На Контрасте Чтоб Не Сливалось Допустим Синя У нас Тут Других Вариантов Нет Надписи Кстати Есть В коллекции Есть Карточки И На Карточках Тоже Есть Надписи Их Можно Тоже Допустим Как Вариант Аккуратненько Обрезать С одной Стороны На Английском С другой Стороны На Русском Аккуратненько Отрезаем Надпись И У нас Получается И Надписи Карточка Отдельно Карточку Можно Гнездышком Использовать Где-то А Надпись Использовать В другой Странице Допустим Замечательная Природа Ну Сейчас Попробуем Что-нибудь Подобрать Процесс Увлекает Все Смотрят Все Ясно Так У нас Тут Есть Гиацин Розовый Допустим Как вариант У меня Тут Мой Кот Рядом Спит И Храпит Веня Ты Как Слон Храпишь Кошмар Просто Храпишь 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 Пёрышки Пёрышки Только Одно Синее Такие Цветочки Синие Так У нас Синий Цветочек Значит Надпись Надо Брать Другого Цвета Потому что Мне кажется Она Сольется Слышно? Ну Вот Веник Допустим Вот Смотрите Такая Простая Скромная Композиция Цветочек И Надпись И Допустим Скрипеть Это Все Тело С Цеплером Так А вот Как Как Вот Так Наверное Ну Ёлки Папа Что Что С Первого Раз Так У У меня Здесь Скобки Синие Не Хочу Синие Скобки Она Другого Цвета Кто пытается Для меня Дозвониться Так Как у нас тут Была Ну Такая Простая Получается Композиция Конечно Сюда Прям Просится Швейная Строчка Поэтому Я Пока Не буду Наверное Сильно Приклеивать Одну Сторону К другой Потому Что Все Хочу Прошить Если Приклею Потом Прошить У меня Не Удастся 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 Приклеиваю два листочка с бумаги с две стороны здесь подклеиваем здесь можно оставить как конверт, то есть эту сторону не проклеить у нас здесь будет конвертик мы можем сюда дополнительно что-то приклеить ставить фотографию, приклеить и дополнительно у нас будет место еще под другие фотографии а на обратной стороне тоже как-нибудь оформить красиво даже можно взять вот эту же вот эту же так, нет, тут уже заклеилось не оторвется чтобы поддержать овал вот эту тюрьму вот, вот вот такие вот 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 Господи, не могу Выразить не могу Свою мысль Ничего сложного в композиции Все просто Никаких сложных Много слоев Все делаем быстренько Здесь тоже можно сделать Фотографию Допустим уже не рамку А Чтоб допустим на уголочках Крепилось Так, зеленый Много-много зеленого Надо какую-нибудь надпись Допустим Было весело И как было весело Будет фотография Подтверждающая данную надпись Под рукой Фотография Детей Как вариант Чтобы наглядно было Если с уголочком Допустим Конечно, сюда не очень подходит Но яркая Очень яркая Для такой бумаги Чуть повыше здесь Детей Много зеленого можно в принципе даже и без уголочка обойтись вся фотография будет вставляться где-то вот так вот тоже как вариант почему бы и нет чуть-чуть взял гоночи скобки сильно выпирают а а а а а а а я тут как-то лазила в ютюбе поисках вдохновения и случайно вообще не знаю даже как каким образом оно так попало попалось видео там как бы нарезка кадров из стиля сериала ты моя жизнь помните такой старый старый аргентинский сериал с наталья рейра 2006 года вот и что-то мне так захотелось его посмотреть я последние последнее время сейчас его смотрю такая ностальгия помните что это дикий ангел был все мы прям со школы неслись смотреть так интересно как то так с одной стороны смотришь думаешь блин что я смотрю вообще в то же время оторваться не могу сейчас в поисках какого-нибудь интересного сериала такого чтобы долгоиграющего не одну не на одну серию ну чтобы вот когда сидишь что-то делаешь мне нравится чтобы сериал шел ну обычно когда допустим садишься что-то скрапить и включаешь фильм то есть фильм закончился а ты еще работу не сделал и начинаешь искать новый фильм уже как-то переключаться неохота и поэтому я люблю в этом плане сериал то есть сериал включил он идет идет и ты как бы свою работу делаешь и вот я сейчас в поисках такого же сериала чтобы такое можно смотреть за творчеством тоже тоже куча всего пересмотрено хочется что-нибудь новенького интересного посмотреть ну вот если вдруг вы что смотрите посоветуйте какой-нибудь интересный сериал хочу листочек сюда запихнуть у меня даже муж сказал что посмотрел бы этот сериал ты моя жизнь вот этот сериал он бы посмотрел сейчас есть возможность пересмотреть то что хотелось но не было возможности я людей их всех пересмотрела но если честно я как-то разочарована потому что как-то вообще там события не сходятся по времени и в общем я так не могу если идет у вас одно повествование зачем перевирать перескакивать и зачем очень непонятно и все желание пропадает смотреть потому что думаешь почему так должно по идее события это прошлого фильма были другие а сейчас вдруг внезапно получается все по-другому в общем как-то я немножко разочаровалась и последний фильм даже смотреть не хочется а дикий ангел дикий ангел да это вообще прям воспоминания такие да даже до сих пор песни эти прям мне нравятся так а у меня на самом деле много сериалов уже Наталья Аррера но почему тут этот самый известный дикий ангел и как-то вот другие как там Анда О начинала смотреть как-то он ей не зашел совсем вот привет Анюш вот такие вот странички получается так что вот смотрите у нас фотография может заходить как вот сюда как вариант ибо мы можем сделать допустим уголочек но уголочек мне как-то здесь так что ли больше мне нравится интереснее хочется еще какой-нибудь цветочек добавить но цветочек другого цвета или листочек или листочек так раньше была фанатка Наталья наверное все были фанатками там же еще такие чувства там в этих сериалах прям любовь любовь все я хочу на тебе жениться через пять серий все мы расстаемся через двадцать серий опять я хочу на тебе жениться ну в общем какая-то у меня сейчас ностальгия пересматриваю сериал нравится двести тридцать серий двести тридцать представляете я примерно почитала описание там в них и стреляют и похищают и воруют и в цирке то она выступает и в конкурсе танцев она выступает думаю какая личность все могу все умею и самое интересное то что конец сериала все последний то есть там события 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 все 229 серии она двести тридцатой они уже все у них все хорошо в начале серии она забеременела в конце серии двести тридцатой она уже родила ребенка и он уже девочка у них уже выросла и так получилось что я включила сериал и не переключила серию и она у меня начала с конца показывать я смотрю не понимаю почему так не должно быть так и в общем двести тридцать серий они там бегали то их убивали то стреляли похищали то фирму воруют то еще что-нибудь а тут все весь конец за одну серию в общем интересно я не была терпеть ее не могла наверное ну и вот мы я в школе училась когда этот дикий ангел вышел когда они в самом разгаре то мы ждали каждую серию все две странички у нас готовы теперь я обязательно здесь прошью здесь прошью возможно даже вот здесь прошью тут обязательно и вот у нас можно сказать одна страничка готова потом мы приложим наш черновик и сделаем гырочки сейчас склеивать не буду потому что потом прошить не смогу вот эту вот эту даже можно оставить сейчас наверное вот эту сторону доукрашаем здесь тоже я фотку куда я брала так здесь я что-то как-то прям хорошо склеила вот так то есть тут можно допустим фотографию ну поменьше нужно фотография да приклеивать или просто что-то записать так я наверное чуть-чуть клеем прихвачу все же чтобы видно было да какой у нас итоговый вариант а потом аккуратненько отклею потому что хочется и дырки сделать и показать как она будет внутри смотреться и ручка в в в вот в и просто карандашом отночу дырочки сделаю их с помощью крапа дайла я еще думала колечки на обратной стороне, вот здесь, в задней части украсить тоже ленточками какими-нибудь бусинками до конца оформить его не только внутри, но и чтобы снаружи красивый весь кстати, важный момент, когда у вас переплет на кольцах и вы делаете декор нужно этот момент учитывать, где у вас будут дырки, а то бывает наслоишь, наслоишь, а там потом нет возможности даже дырочку пробить, поэтому это надо заранее все учитывать ну, что такое застряло-то у меня с другой стороны сейчас я сюда вставлю страничку так, что у меня с кольцом здесь происходит почему так вот, ну, все еще красочками побрызгать обязательно можно, в принципе, даже и помазю-ка что-нибудь, да, чтобы тоже было интересно ну, такая вот она у нас одна страничка получилась сейчас давайте задекорируем вот эту сторону можно тоже рамочку какую-нибудь сделать и хочу взять сюда другого цвета листочек здесь у нас деревяшечки с этой стороны, да, и возьму тоже продолжение деревяшки и можно ее смиксовать с листочками зелеными я деревянные фоны очень люблю в работе всегда, практически так, практически так, ну, опять же, чтобы у нас сочеталось немножко добавить вот этих клеточек зеленых такая у нас будет составная страничка привет так, нам сейчас по размеру надо определиться как у нас будет размерчик так, так, так вот, тоже чуть-чуть подкрыли так, 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 так так, так, так как у нас будет Я тут про рамочки вспомнила, которые вот на обложке, это рамочка из МДФ, из набора, кстати, у фабрики очень много таких наборов с рамочками на сайте, и вот он, тот наборчик, с которого я эту рамочку взяла, и здесь есть такая большая, он может ее попробовать. Красиво получается, вроде бы ничего особенного, не использовался, это достаточно, спасибо, Жень. Сюда можно, наверное, и к ничеборной рамочке, потому что это все-таки толстовато, но сейчас попробуем, посмотрим, как оно будет смотреться. Не приложишь, не узнаешь, как оно будет. Бывает, кучу материалов приходится доставать, чтобы найти именно тот единственный элемент, который вот будет именно на страничке смотреться хорошо и гармонично. Вот такая вот большая рамочка, прикольная. Даже ее покрывать ничем не хочется, потому что такой приятный цвет у нее. Ну, так, если вам хочется их красить, они, в принципе, прекрасно покрываются красками, лазурью, всем, чем хотеть. Думаю, надо что-то мне сюда, вот такое вот, здесь уличное. Я не засекла время эфира, во сколько мы начали. И сейчас вот думаю, когда у нас закончится. Чем-то кто-нибудь время смотрел, когда эфир начался, мам, или вдруг глянули. Так, тогда мы знаете, что сделаем? Сюда надо что-то, тогда нам еще добавить. И поуже все-таки возьму. Широкая очень получилась. Стараюсь ее именно рвать, не резать, чтобы вот эти вот такие естественные махрушки получались. Они прям такие очаровательные. Так. Так, 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 сейчас что-нибудь придумаю. Нам нужно, как бы, если рамочка будет наверху, то есть нам нужно, как бы, вот чуть-чуть закрыть вот эту вот висюльку, чтобы она у нас, как бы, под слоями была. Мы что-нибудь придумаем здесь, наслаждаясь каждым метром. Смотрите, у меня тут есть такая карточка с надписью. Сейчас мы ее попробуем. Так, а что еще есть? Наверное, вот эту возьму. Бабочек потом придется закрыть, потому что нужна именно надпись. Наслаждайся каждым моментом, так, чтобы они у нас висюльки эти выглядывали. Так, здесь нам надо ее закрыть. Чем нам ее закрыть? Берем вспомогательные наши бумажки. Так, можно тежек попробовать. Кстати, тежек взять, допустим, контрастный тоже, синий. Темно-зеленый. Или просто крафт. Смотрим, что у нас есть под рукой. Главное нам бабочек закрыть, чтобы они нам тут сильно не выглядывали, потому что они здесь как-то совсем не смотрятся. Если бабочек добавляют, то они должны быть отдельным таким элементом сверху, чтобы они летали, допустим. Как вариант, есть среди высечек вот желтые бабочки, чтобы они уже летали где-то вот здесь вот сверху вот так, а не на карточке. Так мне больше нравится. Всегда стараюсь, чтобы, если бабочка есть, чтобы у нее была какая-нибудь компания из второй бабочки. Это вот очень крупная бабочка. Тогда мы оставим ее, допустим, как вариант, одну. Можно добавить еще что-нибудь, чтобы выглядывало сбоку. Сюда можно брать какой-нибудь, кстати, да, брать или, возможно, фишку. У меня, к сожалению, нет фишек в данной коллекции. Я почему-то их не взяла. Почему? Я сама не понимаю. Я, когда начала делать, думала, где мне фишки? Обычно, когда коллекцию беру полностью, ну, беру все к ней. Чеборд, старая... А, чеборд! Точно! У меня же есть такой чеборд. А вот в этот раз почему-то фишки не взяла к этой коллекции. Вот это и да. Вот как я могла забыть, что у меня есть к этой коллекции чеборд. Ну, что-нибудь попробуем сюда приложить. Не получится, а то, ну, ладно, что-нибудь другое. Так, по времени мне никто ничего не ответил, никто время не засекал, да? Напоминаю, всем рассказываю, кто не знает, что чеборд, фабрики, декоры, двух стар полудней. Один, первая сторона молочная, вторая крафтовая. Крафт будет у нас сливаться с рамкой. И вообще он нам тут не нужен, так ладно, куда-нибудь другое место. Бабочка мне нравится, ну, что-то вот хочется сюда еще что-то. Может, какой-нибудь листочек. Может быть. Вот, что-нибудь поищем. Какую-нибудь веточку. Потому что она у меня тут недовырезанная. Он остался с одной стороны вырезанная. Наверное, когда-то прикладывала, я поняла, что она мне не подходит и дальше вырезать не стала. Она у меня и осталась лежать. Она у меня и осталась. Всем привет, всем с возвращением. С возвращением вас. Вот так вот про время никто не посмотрел. И эфир закончился. Всем добро пожаловать на второй час. Так, час быстро пролетел, вообще незаметно просто раз и все. Особенно, когда сидишь, копаешься, вечерами, да, опять же, за сериалом. Сидишь, копаешься, не замечаешь, как время проходит. Вроде бы, чем мы тут сделали. Ничего не сделали, а час уже прошел. В общем, какую-нибудь вот сюда прям веточку хочу, но мне очень хочется. Так, либо вот такую веточку. Нет, это как-то сюда не ложится. Вот такие две одинаковые. И две разные. И вот такая, вот такая, наверное, подойдет лучше всего. Так, ну а так, чтобы она нам надпись не закрывала. То есть как-то будет вот так вот. И все можно приклеить, мне нравится. Самое главное, рамочку приклеиваем не со всех сторон, да, только с трех, чтобы у нас была возможность сверху вставить фотографию. Так, вот так. Так, я вот сейчас вот клею. И вот о чем я вам говорила, сама-то я этот момент и не учла. Дырочки-то где у меня будут, если такая будет у меня большая рамочка. Так, так, сейчас надо приклеить все, кроме рамки и посмотрим. Потом буду ее подравнивать так, чтобы она не попадала на отверстие. Так. 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 Что у нас тут получается, да, наверное, я сейчас сразу может дырки-то и пробью, и потом будет уже понятно, куда рамочку мне клеить, чтобы она у меня не мешала. Так, она мне понравилась, там как смотрелось, я и забыла про все на свете. Самый-то важный момент крепления, я и забыла про него. Так. Смотрим. Здесь у нас она ложится. Все отлично. Все отлично. Дырки у нас как раз в таких местах, что где ничего не мешает. Все можно спокойно клеить. Потом дополнительно здесь можно даже не делать, просто чуть-чуть небольшой залом бумаги. Дайте все, и дырочка у нас откроется для кольца. Всем привет, всем, кто пришел, всем, кто вернулся. Чтобы у нас, допустим, фон не нравится, что фон такой вот, странички, да, из бумаги, нужно вырезать просто и закрыть его. В принципе, если будет фотография, нужно не закрывать. Клею рамку. Можно даже повыше, наверное, вот я сильно опустила, что ли. Повыше поднять. Вот так вот. Все склеиваем две стороны. Можно также оставить здесь и место под конверт, чтобы на каждой страничке было дополнительное место для фотографий. Почему бы и нет, можно так оставить. Но, конечно, хочется тоже прошить. Я, наверное, на каждом своем эфире говорю, что я очень люблю швейную строчку. Она как-то все равно собирает все как-то в кучу. Где ваш помощник Веня? Он рядышком вот тут вздрыхнет. Все так же, как с первой страничкой, я слегка прихвачу клеем в нескольких местах, чтобы потом, если пришлось отрывать, ничего у меня не пострадало. Потом уже, когда прошью все, уже склею все основательно, чтобы все держалось. Ну, получается два в одном. С каждой стороны страничка, в середине конвертик. Как всегда, полная гармония. Очень рада, что удалось вдохновить и творить штанчик красоту какую-нибудь. Все, вот наша вторая страничка готова. Сейчас мы сделаем странички для записи, а остальные уже страницы я сделаю за кадром. Все можно перевставлять. Даже здесь у нас получается разворот такой, да, что одинаковые клеточки. Для страничек для записи можно заранее их, допустим, где-то в фоторедакторе разлиновать, там, как вам нужно именно по вашему размеру. Почему у меня сидишь с верхним кольцом? Не пойму, почему он так заедает-то? Ты чего? Надо кольцо, наверное, заменить, как-то бракованное. Вот. Либо взять обычные странички, тонированные в кофе, стандартные бумаги, да, которые для принтера. Либо акварельную бумагу покрасить, чтобы странички были более плотные. и уже их наштамповать и добавить внутрь альбома. Вот. У меня тут стопочка есть заготовленных крашеных страничек. Кстати, вот смотрите, у меня не все листы чистые. Это у меня, допустим, дети рисовали когда-то с одной стороны, а с другой стороны он чистый. Я такие листы не выбрасываю. Я на них либо вырубку делаю там для себя, вот сейчас вот покрасила, тоже буду использовать. Допустим, одна сторона у меня будет оформлена, а внутри там вот эти вот каляки-маляки видно не будет. Здесь вот просто чистый листочек. Давайте его возьмем для записи. Здесь у меня тоже что-то было нарисовано фломастерами, здесь пропиталось, и такое интересное, такие пятнышки получились. Вот это тоже для записочек. Ну и парочку обычных листочков. Так, а я черновик-то свой, да, вставила. Сейчас вам обратно достать. Поторопилась я его вставить. Не, ну кольцо что-то там мне не нравится, что-то оно вредничает. Если это свободно, то то как-то вообще не понимаю, что с ним происходит. То ли я его как-то загнула. Вроде ровно одинаково стоят, что одно, что второе. Да, надо разбираться. Начнем с листочка. Здесь у нас сколько получится? Два. Две полноценные странички. Три не получится. И вот этот. Здесь у нас отпор. Два. 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 Смотрите продолжение в следующей серии. Может не так размещать, что вы имеете ввиду, что значит не так размещать. Продолжение следует... Может по горизонтали поместится 4 штуки, но 4 вряд ли. Но 3 сейчас попробуем. Ладно, раз эту страничку так отрезали, пусть так будет. У меня бумага тут реально разная получается. Одна стандартная, вот эта у меня скорлупка. Я ее, кстати, очень люблю, что фактура такая мелкозернистая. С нее вырубка такая интересная получается. Смотрите продолжение в следующей серии. 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 И опять же, так как бумага, она такая плотненькая, да, акварельная, на вырубку. У меня новые пластины для машинки. Прям вырубать одно удовольствие, честное слово. Я прям сегодня аж не хотела останавливаться. Если раньше какие-то ножи не прорубались, и я так думала, что это дело в ножах. Но сегодня я поняла, что дело вообще ни разу не в ножах, а именно в пластинах, потому что они уже изогнулись, потеряли свою форму. И, видать, где-то цепления может не было или еще что. Вот. Сегодня у меня эти ножи рубят просто идеально. Все вылетает, вся вырубка, нигде ничего не застревает. Те моменты, элементы, которые раньше не прорубались, все прекрасно прорубаются. В общем, как оказалось, дело в пластинах. Вот, на вырезали мы страничек. Теперь для того, чтобы поддержать нашу тему весеннюю такую, можно взять штампы такие же, листочки, бабочки, гиацин, ну, что-то такое на весеннюю тему. Ну, и, конечно же, фоновые какие-нибудь. Что там еще можно взять? Каких-нибудь рукашечек, которые сейчас у нас вылазят по теплу. У нас уже вовсю пчелы жужжат. Такие вот весенние мотивы. У меня, кстати, есть вот этот штампик и отцент, это питерский скраб-клуб. Вообще, его люблю, этот штамп, обожаю. Просто он такой классный. И, кстати, эти вот насекомыши, они тоже у меня с питерского скраб-клуба. Вот такая есть божья коровка, еще какой-то тут жучок у меня был, бабочка. Возьмем бабочку. И что тут еще у меня есть? Были пчелки, вот пчелка. Я еще хочу себе заиметь в коллекцию жучков каких-нибудь всяких разных, разнообразных, мотылька. В штамповую свою коллекцию. Вот, у меня есть жук, но он громадный просто, огроменный. Ну, думаю, хватит, да? Вот еще можно взять эти клякты. Тоже так вот в композицию штамповую. Вот этот второй жук у меня потерялся. Вот этот листочек от штампов. То есть, это получается, тут божья коровка, это какой-то жук. Вот этот жук, а божья коровка где? Где-то она у меня не находится. Мне тоже пришли пластины. Довольно как сладко. Здорово! Когда какие-то такие инструменты появляются в арсенале, которые жизнь облегчают, это всегда здорово. Так. Ну, нет у меня божья коровка, блин, ну как жалко. Ну, как обычно, не находится. Потом найдется, когда она уже будет не нужна. Ладно, обойдемся жуком, бабочками. Что же делать-то? Я обычно составляю композицию штамповую таким образом, что у меня какой-то один главный элемент, большой штамп, а вокруг него уже делаю фоновую композицию, фоновыми штампами. Допустим, начнем с гиацинта. Если есть желание, можно даже заебосить. Сделать какой-нибудь главный элемент, допустим, пудрочкой посыпать. Ну, думаю, сейчас мы не будем, просто по штампу. Смотрите, какая красота, я его обожаю просто этот штамп. Ну, красотища ведь. Ну, и вокруг него композицию. Вот такую вот небольшую фоновую. Вот. Ну, допустим, еще что-нибудь добавить. Типа текстового. Так вот. И игрушки. Вот. Дана страничка, альбомчик уже готова. И таким образом мы делаем, с каждой стороны, думаю, не стоит, потому что это будет очень много всего. Ну, допустим, если у вас будет 4 страницы, да, подряд в развороте, да, то можно как-то чередовать. Допустим, здесь сделать такую слегка просто что-то добавить фоном. А на следующую уже там бабочку, допустим. Так же сделать композицию фоновую. Ну, уже такую большую. А здесь слегка просто поштамповать. Что записывать? Это весенний альбом. Да, весенний альбомчик может быть про какую-то вашу поездку куда-нибудь. Памятные фотографии туда разместить и записать ваше впечатление о поездке. Ну, просто мне нравится, когда в альбоме есть дополнительное место, куда вы можете что-то записать. Особенно если поездка удалась и есть что писать. Ну, не просто фотографии. Ну, мне кажется, там спустя время, спустя года будет интересно почитать, перечитать. Именно о том событии, куда-то ездили весной на природу или еще куда-нибудь. Ну, как вариант просто оформления альбома. Почему бы и нет? Что у меня шок получился прям очень яркий, насыщенный. Если есть время, допустим, у меня я могу посидеть, допустим, в фотошопе, я делаю именно разлинованные странички, подгоняю под размер на один лист, распечатываю. У меня получается уже красиво, мне нравится на крафте напечатать эти странички. И есть место, куда писать. То есть среди обычных альбомных вот таких вот с рамочками страничек есть такой вот небольшой мини-блокнотик, что ли, как правильно назвать. Так, чтобы еще сюда добавить вот с этой стороны. Блин, обидно, что я уже коровку не нашла. Тоже было бы здорово с ней. Вот, ну и вот таким образом все странички мы штампуем, оформляем. Вот эту сторону мы тоже делаем не очень такую яркую, насыщенную, слегка. Штампуем флоновыми штампиками. А на обратной стороне сделаем, допустим, еще бабочку такую. И все, на этом остановимся. Есть ли у вас какие-то вопросы ко мне по альбому? Если по переплету возникают вопросы после просмотра мастер-класса, пишите, не стесняйтесь. Стараюсь вам ответить, помочь, чем смогу. Нет, мы никуда не ездим. Это просто альбомчик для какого-то события, возможно, когда вы ездили в прошлом. Это же не значит, что именно сейчас нужно ехать и напоминать его фотографиями. Это вообще просто идея альбома. Возможно, у вас есть события, которые вы до сих пор еще не оформили. Альбомы бывают разные. Я просто показываю вариант. Вот и все. И здесь делаем бабочку. Вот думаю, делать ревел альбом или востребованный будет. Ну, это, опять же, смотря для кого вы будете делать этот альбом. Если вы его делаете для себя, то это лично ваше предпочтение. Смотрите, как вам удобно или неудобно. Опять же, если для кого-то можно поинтересоваться форматом, да, там, у кого вы будете делать. Может быть, действительно кому-то захочется, чтобы были странички, где вы можете что-то записать. Мне такой переплет очень удобен. Я сделала такую себе кулинарную книжку на таких кольцах, только он немножко другой. Здесь у меня переплет колечки выглядывают, да, отсюда. А на кулинарной книжке у меня кольца спрятаны внутри. Вот, я тоже покажу всю книжку. Она вот такая различная, различная вариация альбома на кольцах. То есть здесь у меня кольца спрятаны внутри, и корешок у меня с этой стороны гладкий. Здесь колечки видно. То есть они у меня насквозь, получается, корешок пробивают. Отличный прямой эфир. Спасибо, Катюш. В записи будет эфир. Я очень постараюсь. Первый вроде удалось сохранить с ним все нормально. Второй тоже попробую сохранить. И потом загружу на YouTube-канал Фабрики Декор. Ищите, если вдруг сегодня не получится посмотреть. Можно будет посмотреть на канале. У меня до этого прямой эфир, который я проводила, он меня не сохранял. Он пишет, что у вас сохранилось там такое-то количество от прямого эфира и все. Хотя память в телефоне была, ну, достаточно была памяти. Я не знаю, почему это был в такие моменты. С Инстаграм прям очень не хотел сохранять эфиры. Вот. И я, в принципе, нашла для себя способ, как выйти из этой ситуации, чтобы провести эфир и не надеяться на Инстаграм. То есть у меня есть и нормальное получается видео. И я уже не беспокоюсь. Даже если оно сохранится, у меня запись все равно будет. Вот, такие странички получились. Сейчас мы пробьем здесь дырки. Интересно, красиво, интересно. Спасибо. Количество страничек в альбоме тоже же на ваше усмотрение. Сколько вам необходимо. На, допустим, какие-то основные фотографии, которые вам хотелось бы прям вот оформить именно в таком скраповом стиле. Их можно сделать страничками. Остальные просто спрятать в кармашке и потом заставать, пересматривать. Все, вставляем внутрь. Обязательно потом еще побрызгаю красочкой, чтобы были брызги. Чем удобен переплет, да? Даже то, что можно достать странички, написать, чтобы было удобно писать. Потом ставить странички все обратно в альбом. Такое вот он получается. То есть, смотрите, да, когда он наполняется страничками, страничек становится больше. Там все они одинаковые и не выходят за рамки обложки. Такой вот мини-альбомчик. Если у вас ко мне вопросы, спрашивайте. Завязывается на веревочке. Повторюсь, как я уже говорила, мне хочется вот эти колечки тоже оформить. Допустим, этими же ленточками просто надо завязывать. Так, сейчас попробую вот... Ну, для примера просто. Я думала сделать такой похожий, чтобы задняя обложка вставлялась в обложку, кольца по ходу внутри остаются. Делайте, пробуйте, вариантов может быть огромное количество. Так, ну, допустим... Где-то мои зеленые шиби ленточки нету куда-то делось. Надо синенькая, что ли. Какой он размер? Размер получается у него 13 на 17. Мы в начале замеряли. Так, или синенькая, что ли тоже нету. Так, или синенькая, что ли тоже нету. Так, вот я примерно нашла подходящий. по цвету ленточки. Мне нравится, когда всякие веселечки есть в альбоме. И я думаю обязательно сделаю потом еще какие-нибудь бусинки добавлю. Или просто какую-нибудь скрепочку одеть. на нее тоже какие-нибудь бусинки. Просто мы проливаем и завязываем, и все. Я не буду так махриться в разные стороны. Уже смотреться будет интересно. Нужно разные веревочки сюда подобавлять. Повеселее так смотрится. Такая вот бархатная. Тоже как вариант. привязать или можно даже ее люверсом продырявить. Будет такой интересный элемент. Места не очень много. Шнурочки вощеные. Всякие-всякие разнообразные ленточки сюда подевать. Думаю на этом мы остановимся уже. Продолжать странички в эфире делать уже не буду. Сделаю за кадром остальное. Если у вас ко мне вопросы, спрашивайте. Спасибо, что зашли на прямой эфир. Нашли время. Завяжу просто узелок. У вас кажется, новогодний тоже на кольцах был в эфире. Там не совсем были кольца. Там было крепление от папки канцелярской. А здесь именно кольца, в которые мы все привыкли. Разъемные кольца. Спасибо за мастер-класс. Вот такой альбом получился. Еще раз скажу вам всем спасибо, что зашли. раз вопросов нету. Будем тогда с вами прощаться. До скорых встреч. Пока-пока.